Всем привет! Сегодня приготовим самый вкусный несладкий торт. Сегодня приготовим закусочный наполеон. Как сказала моя дочь, это самое вкусное, что я приготовил за 9 лет. Такой торт можно приготовить двумя способами. Первый, это как я, взять слоеное тесто, покупное в магазине, испечь коржи подходящих именно для вас размеров. У меня будут размеры примерно 20 на 25. Или уже приобрести готовое испеченное слоеное тесто. У нас оно продается в супермаркетах. Ну и вот как-то так у меня получилось испечь коржи. Это была всего лишь первая порция. После того, как испеченные коржи слоеного теста уже хорошо остыли, их нужно будет разделить на вот такие вот небольшие пластины. Смотрите, разделяйте аккуратно, чтобы все пластины остались целыми. А вот эти крошки, которые будут у вас получаться в процессе разделки, их нужно будет использовать в самом конце для украшения. Смотрите, вот таких вот пластин уже разделанных у вас должно будет получиться 7 штук, не больше, не меньше, ровно 7. Для получения 7 пластин у меня пошло 750 грамм теста. Ну а далее займемся самой начинкой. 3 отваренных вкрутую яйца натираем на мелкой терке. Затем одну банку любых рыбных консерв, у меня сегодня сардина, отправляем в отдельную глубокую тарелку и рыбу нужно будет очень хорошо размять. Смотрите, рыба не должна быть слишком сухой. Еще примерно 90-100 грамм любого твердого сыра нужно будет натереть на мелкой терке. Далее берем небольшой пучок зелени, у меня сегодня укроп и его очень хорошо измельчаем. В отдельную глубокую тарелку нужно пропустить чеснок через чеснокодавку, либо же натереть его на мелкой терке. В тарелку с чесноком добавляем майонез, измельченный укроп и после этого очень хорошо перемешиваем. Ну а далее нам остается только собрать очень вкусный закусочный торт Наполеон. Берем первый лист разделенного слоеного теста, на него намазываем хорошо майонез с чесноком и укропом. Лист майонезом смазывайте очень обильно и особенно хорошо покрывайте края листа. На этот первый слой отправляем ровно половину натертого твердого сыра, стараемся его распределить равномерно по всему листу. Сыр вот так вот просто накрываем вторым листом из слоеного теста, немножко его руками притрамбовываем, прижимаем, чтобы все получилось плотненько. Далее этот лист тоже нужно смазать майонезом, чесноком и зеленью. Также смазывайте хорошо, чтобы были покрыты хорошо края. На этот лист отправляем ровно половину измельченной рыбной консервы. Повторюсь, у меня сегодня сардина, но можно использовать любую, которая вам больше по вкусу. Рыбу стараемся разровнять равномерным слоем полностью по всему листу. Опять накрываем следующим листом из слоеного теста, тоже хорошо его утрамбовываем, прижимаем и уже эти листы стараемся выравнивать, чтобы все получилось красиво и аккуратно. Лист из слоеного теста опять-таки смазываем майонезом с чесноком и зеленью и на верхушку этого листа отправляем ровно половину измельченных на мелкой терке отваренных вкрутую яиц. Также его все хорошо выравниваем, чтобы яйца покрыли полностью весь лист. Ну и после этого нам нужно проделать все еще один раз. Слой сыра, слой рыбы и слой яиц. В общем итоге, как я говорил в начале ролика, вам нужно будет 7 листов из слоеного теста. Смотрите, друзья, после того, как вы уложите последний лист из слоеного теста на верхушку вашего торта, тортик у вас получится уже таким высоким, красивым. Как и любой торт, его нужно будет полностью со всех сторон обмазать вот этим вот кремом из майонеза, чеснока и укропа. В общем итоге, на тортик из листов размером 20 на 25 сантиметров у меня ушло 300 грамм майонеза, 5 зубчика чеснока и небольшой пучок зелени. Ну и чтобы наш тортик был и вовсе похож на Наполеон, вот той крошкой, которая у нас осталась, нам нужно хорошо его обсыпать все бока и верхушку. Смотрите, получившийся тортик можно будет немножко украсить верхушку вот так вот зеленью, можно не украшать, он точно будет похож на Наполеон. Оставляем его хотя бы минимум на 2 часа, чтобы он пропитался и только затем его подавать к столу. Ну и как обычно, мои домашние не могут вытерпеть, чтобы все хорошо пропиталось и просят тортик продегустировать. Смотрите, пока тортик еще слабо пропитался, он режется немножко сложно, но когда он простоит ночь в холодильнике, на следующий день он будет резаться великолепно, он будет резаться как настоящий торт Наполеон. В общем итоге, вот такая вот необычная красота получилась, а сказать, что это вкусно, это вовсе ничего не сказать. Получилось просто как будто бы шедевр. Этот тортик точно будет на моем новогоднем столе, так как получается обалденно вкусно. Ну что ж, друзья, рекомендую и вам попробовать приготовить такой тортик, я уверен, он вам так сильно понравится, как и нам. Делитесь таким простым рецептом с друзьями, оставляйте свое мнение в комментариях, ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная Кухня. Также не забудьте посмотреть один из моих предыдущих роликов тоже не менее вкусным. Всем пока, всем до скорых встреч!